МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водолазная группа «Добротворец» занимается поиском пропавших на воде. Поэтому и правила безопасности напоминают посреди баранки. Перед отплытием инструктаж, заходить строго по одному, выходить тоже. В случае падения в воду не надо прыгать, не надо хвататься ни за что. Легли на спину, руки перед собой, есть свисток, можете свистеть свисток. У нас опытные специалисты, и, соответственно, вас тут же моментально вытащат. Есть капитан, все, поняли, спасибо. Нет вопросов, у матросов нет вопросов. Прошу на борт. Лес и вода – всегда опасность. Это правило должен знать каждый ребенок, даже самый маленький. Если все-таки трагедия произошла, поисковики в первую очередь перекрывают ребенку выход к воде. По статистике, 99,9% погибших в природной стихии малышей утонули. Был случай такой, что мужчина уже увидел, что его дочка зашла в воду, достал ее, отвернулся за шапочкой или еще что-то, девочку внесло снова в воду. Такие случаи бывают, поэтому на водоеме только дети за руку, либо, соответственно, в спасательных жилетах или приспособлениях, иначе беда будет. А по соседству с водолазной группой расположился отряд «Спасрезерв». В их арсенале все необходимое для оказания помощи людям. Спасательный инструмент «Спрут». С его помощью можно что-то приподнять, например, плиту. Можно при работе на ДТП раскрыть дверь или что-то тоже приподнять, расширить, оторвать и так далее. То есть, очень необходимая для спасателей вещь. Но спасатели в таком случае работают в паре, я правильно понимаю? Обязательно. Один человек на станции, один человек на инструменте. И вантус здесь оказался не случайно. Однажды с его помощью женщина успешно реанимировала своего внука до приезда скорой помощи. Прецедент был включен в программу обучения парамедиков. У женщины был артрит, она не могла сесть на колени и этим заняться. И она, собственно, применила вантус похожий. И пока ехала скорая помощь, она, собственно говоря, делала вантусом непрямой массаж сердца. И внук выжил. С тех пор это официально включено в обучение парамедиков. И мы хотели как раз на этом стенде эту историю рассказать и показать, как это может быть, возможно, кому-то полезно из пожилых людей. А на практике удавалось применять такое? Слава Богу, у нас ни у кого нет артрита, поэтому мы обошлись без вантуса. На календаре – конец мая. Пока одни радуются каникулам и отпускам, другие готовятся к работе в режиме нон-стоп. Начинается лесной сезон. В теплое время года в Московской области поисковый отряд «Лиза-Алерт» получает более 100 заявок на поиск ежедневно. Правило номер один – в лес нужно одеваться ярко. Темная одежда, одежда защитного цвета, она сделана для того, чтобы человеку было не видно. Это ее работа, и она прекрасно с этой работой справляется. Можно пройти мимо лежащего человека, который не может откликаться при каких-то особенностях здоровья. В двух-трех метрах ночью, а ищем мы очень часто в темное время суток, потому что заявки приходят поздно вечером, когда люди, взрослые, родственники понимают, что человек потерялся. Жалко модную одежду выручит световозвращающий жилет. Заряженный мобильный телефон и пауэрбанк в комплекте для похода в лес тоже обязательны. Еще лучше, если с собой будет компас. Правда, чтобы он пригодился, нужно уметь им пользоваться. Поможет найти дорогу домой и навигатор. Мы возвращались за дачу, встречаем бабушку. И мы такая, бабушка, что вы тут делаете? Говорит, грибы собирай, мелок. Бабушка, вода есть? Нет. Ну и давай мы ее отчитывать. Нет воды, нет мобильного телефона. Телефоном она вообще не пользуется. А реально в лесу далеко. И тут она, я не заблужусь. Открывает корзинку, а там профессиональный туристический навигатор. Прям с точками указано, где, какие места грибные. Вот она никогда не забудется. Нам никогда не придется ее искать. С начала года в Одинцовском округе в правоохранительные органы поступило 63 сообщения о безвести пропавших детях. Все они были найдены живыми. Но в списках поискового отряда «Лиза-Алерт» есть и те, кого безуспешно ищут несколько лет. Поэтому такие акции организаторы готовы проводить вновь и вновь, чтобы дети терялись как можно реже. А поиски все чаще завершались главными словами. Найден. Жив. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует.